Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Климентин получила номинацию на ЭМИ за фильмы «Ким против Кабула», и она является основателем и директором «Тайгнист Филмс». Поприветствуем Климентин. Она расскажет о создании видеоматериалов для некоммерческих организаций и социального сторителлинга. Климентин, пожалуйста. Я для начала расскажу вам историю Гульнас. Мы познакомились в 2009 году, и я поехала тогда в Афганистан для того, чтобы снять фильм о правах женщин, и хотела исследовать истории женщин, которых посадили в тюрьму за моральные преступления. И вот я поехала в тюрьму, встретилась с Гульнас, она рассказала мне свою историю, рассказала о том, что ее изнасиловали, и после того, как ее изнасиловали, она обратилась в полицию, и полиция ее арестовала за внебрачную связь и посадила в тюрьму. Когда я с ней встретилась, она была беременна, своей дочерью мушка, и когда этот фильм вышел, очень много было реакций на него. Попал фильм на первые страницы новостных издательств по всему миру, новости привлекли к этому внимание, и благодаря этому президент помиловал ее, освободил, и также сказал, что рассмотрит все дела. Женщин, заключенных в тюрьму за преступления против морали. И вот это мне показало, насколько большую роль могут играть такие истории. Я вам хочу вкратце показать работу, которую я делаю, и как мне нравится создавать фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что же делает историю хорошей? Благодаря историям мы понимаем мир, мы рассказываем друг другу истории постоянно. Мы рассказываем нашим детям сказки, Мы рассказываем им истории для того, чтобы они получили какие-то уроки о мире, были предупреждены об угрозах. И точно так же, как и сказка должна быть развлекательной для того, чтобы научить ребенка чему-то, так и документальное кино должно также быть развлекательным, чтобы ваша аудитория могла вынести какой-то урок. И мне кажется, что можно управлять чувствами людей точно так же, как это делает Голливуд, но у вас есть еще и преимущества, потому что истории являются настоящими. Так что же такая история? Является ли история правдивой? Является ли она интересной? Что делает историю хорошей? История – это всегда то, чего хотят люди, то, что мешает людям получить желаемое. Например, люди хотят жить мирно в своей стране, но в этой стране полыхает война. Истории не о фактах, истории о людях. Я хочу вам показать еще одно видео, которое является отличным примером короткого документального фильма, который стал вирусным. Сделана эта история была каналом Channel 4 News, и тысячи людей посмотрели в новостях этот сюжет, но миллионы посмотрели, когда видео стало вирусным. Это тяжелое видео, но если вы не видели его ранее, я думаю, что это будет хорошим уроком о том, как рассказать историю. А то, что вы сейчас увидите, произошло в течение 48 часов в июле, в Алеппо. На улицах вы видите грохот на селе войны. В этот день умерло 45 человек, десятки пострадали. Но внутри, в собранном наспех, собранный наспех операционный, мы видим женщину на операционном столе, ее зовут Маиса. У нее срок беременности 9 месяцев, и она была на пути в больницу, пешком, уже практически рожала, и в этот момент попала в этот взрыв. В ходе взрыва у нее была ослаблена правая рука и правая нога, но у врачей больше всего беспокоят шрапнель, попавшая в живот. И они смотрят, пострадал ли ребенок. Они хотели провести экстренное кесарево сечение. То, что вы сейчас видите, это борьба за то, чтобы спасти одну новую жизнь. В том городе, в котором привыкли скорее сталкиваться с преждевременной смертностью. В городе вытаскивают из-под обломков выживших. В операционной, кажется, успешно проходит борьба за новую жизнь. Но, кажется, есть проблема. Врачи продолжают бороться. Сейчас уже существует опасность, что врачи потеряют и мать, и ребенка. Борьба за спасение новой жизни является своего рода инстинктом. Может быть, как раз потому, что на улицах столь легко можно умереть. Не зная о событиях на улице, продолжается борьба в операционной. Врач прочищает дыхательные пути ребенка. Ребенок на краю жизни и смерти, как и весь город Алеппо. Затем видно движение пуповины. Это доказательство жизни. Продолжение следует... Почему такой? Ты пуповина? Что это? Где? Не пуповина. Теперь он перенесит. Должья желает. Врач. Пуповина. Ага. Ребенок на краю жизни. И самый привычный звук из всех. На минуточку становится чуть громче этот крик, чем крики смерти в Алеппо. Доктор Ахмед, который помог этому ребенку прийти в мир и спасти жизнь матери, и спасти жизнь Магнид, крики смерти. Доктор Ахмед, его реветер, сестры. Остальные его востребовавшие усилия. Война практически остановила жизнь этого ребенка, еще не начавшуюся, но война, наверное, продолжит сопровождать его в том мире, в котором он родился. Война. Мне кажется, что именно таким образом можно сделать такие истории очень действенными. Мне кажется, что когда вы создаете документальный фильм, есть три основных вопроса. Каков ваш посыл? Кто ваша аудитория? Для чего вы делаете фильм? Для того, чтобы повысить осведомленность, привлечь средства? Или это отчет донору? И также, кто наилучшим образом сможет рассказать эту историю? Когда вы создаете фильмы для НПО, часто вы не где-то на передовой. Может быть, у вас не такие драматические фильмы. Может быть, это, скажем, фильмы о войне, но это скорее о беженцах, пострадавших от войны. Я вам покажу еще одно видео, героиня которого является Хала. Я делала этот фильм для агентства по работе с беженцами. Он и здесь был посыл основной. Это потерянное поколение. Мы хотели повысить осведомленность и привлечь средства. Мы нашли Халу и рассказали ее историю. Здесь, в долине Бека, Ливана, сирийцы прибывают ежедневно, чтобы избежать войны. Четвертый год войны в Сирии идет, и четверть населения Ливана уже составляют беженцы из Сирии. Большинство из них – женщины и дети. Хала и пять ее братьев и сестер прибыли сюда сиротами. Как и многие другие беженцы в Ливане, эта палатка стала их домом. Когда я встретилась с Халой и ее братьями и сестрами, они жили в этом лагере уже в течение года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи про маму. Я не видела твою маму. Расскажи про маму. Мама на тебя похожа? В ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Год назад мама Халы была убита в процессе бомбардировки. Хала и ее 17-летний брат Камиль играли во дворе, когда упала бомба. Это событие навсегда изменило их. Психологическая травма была настолько сурова, что старший брат Халы до сих пор страдает паническими приступами. Практически год назад пропал их отец, скорее всего уже убитым. Дети сами несут ответственность за свой дом. Хала несут ответственность за свою семью. Дети сами 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 несут ответственность за свою семью. . Больше половины из двух с половиной миллионов беженцев из Сирии это дети. Каждую неделю они утилизируют мусор и продают его. На этой неделе они не смогли заработать достаточно на еду. Мои дети с отцом. Мои дети apertали из с citoyны и после того, чтобы она не допустить перед молодцом. Мои дети... Субтитры создавал DimaTorzok Потеряли свою мать таким насильственным способом, стали беженцами и даже до того, как вообще выросли. Потеряли детство. Детство потерялось в ужасах войны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что хочет ваш герой? Гульнас хотела свободы. Хала хотела детства. Каковы препятствия? Каковы угрозы на пути к достижению мечты этих людей? Выживет ли ребенок в Алеппо? Выйдет ли на свободу Гульнас? Можем ли мы предложить какое-то решение? К этой проблеме? Может даже временное какое-то облегчение? Вот про это и есть фильм. В Алеппо ребенок выжил. Гульнас была помилована. Так что да, эти фильмы для некоторых людей явились спасением или подспорьем в их тяжелой жизни. Поэтому да, когда я общаюсь с целями своей съемки, я прошу их обозначить имя и возраст и где они живут. Как вы смотрите на своих персонажах? Снимаете ли вы их в движении, в жизни? Вы же видели, Хала помогает брату собирать мусор, утилизировать его, потом продавать и хоть как-то зарабатывать на пропитание. Про Гульнас снятие в движении было несколько затруднено, поскольку она находится в тюрьме, но даже в самой тюрьме и за ее пределами были определенные видеоряды, которые мы посчитали нужным снять. Это я работаю с ее адвокатом, интервью с членами ее семьи. Есть ли какой-то персонаж, на который мы можем сослаться? Все мы являемся людьми, носителями каких-то характеристик, качеств. Мы живем, проживаем жизнь, выживаем. Вот Хала, живая, смешная, озорная девочка, этим она интересна. И даже в условиях той ситуации, в которых она оказалась, она улыбается. Есть ли у вас на примете какой-то характер, опыт которого, персональный опыт которого уже сам по себе составит сюжет будущего документального фильма? Например, Хала и ее братья, они росли, потом погибли их родители, и Хала взяла на себя роль матери семейства. У нее есть старший брат, ему 15 лет, он сам у нее как дитё. Как заставить аудиторию волноваться за героев? Да, каждый из нас может волноваться за конкретного человека, за какую-то конкретную причину. Но нам крайне сложно переживать за тех, кого мы не знаем. Да, мы вроде уважаем людей, любим их. Но есть люди, с которыми мы разделяем одиночество или положительные эмоции. Люди, с которыми юморим. Люди, с которыми переживаем не самые лучшие и самые лучшие времена. Человек, который может вас повернуть в состояние грусти. Тот, кто знает ваши сильные и слабые стороны. Вот одна из форм такого проявления – это любовь. Через любовь вы узнаете самое сильное и самое слабое в человеке. Это Сара и Мухаммед. Это молодая супружеская пара. У них только родилась дочка Самана. Они оба родились в лагере беженцев. Их дочь родилась в лагере беженцев. Соответственно, это третье, уже второе поколение беженцев в соответствующих лагерях. И вот эта вот история про затянувшийся кризис с беженцами. Несколько поколений вырастают в пределах одного лагеря для беженцев. Там мы подкрепили видео и еще фотографиями Мухаммеда. Отобразили его историю любви с будущей супругой. Вот здесь выросла Сара. Здесь она родилась. Она стала супругой и матерью. И при этом никогда не переступив территории своего лагеря. Если ты найдешь кого-то, кого любишь, кому относишься совершенно по-особенному, ты начинаешь не любить анархию. Даже несмотря на то, что ситуация этих людей отличается от наших жизненных условий, здесь мы нашли возможность рассказать про историю любви, пускай даже в таких ужасных условиях. Отношения. Это очень важный вопрос в деле сбора средств. Как вы формализируете свои идеи, как вы свою страсть, свой интерес передадите человеку, которому пытаетесь продать свой сюжет. Очень часто, когда я занимаюсь монтажем, я пересматриваю видеоматериалы с тем, чтобы удостовериться, что мой видеоряд правильно передает мою мысль. Каков ваш сюжет, ваш видеоряд подкрепляет ваш сюжет? Можете ли вы весь сюжет изложить в одной строке? С Гульнас все понятно. Она была изнасилована, и за это же ее посидели в тюрьму. Далее встает вопрос каких-то фоновых обрамлений, ситуаций. Когда вы снимаете документальный фильм конкретно про такого человека, собираете фоновую информацию, то, что обрамляет и сопровождает жизнь этого человека. Кого вы включите в этот фильм? Что вы заставите их делать? Обговорите с каждым из этих людей будущий видеоряд. Объясните им, чего вы преследуете, чего бы вы хотели от них. Скажите, вот я хочу посмотреть на тебя в твоей повседневной жизни. Покажи свою жизнь. Не то, что я буду тебя терзать вопросами, а ты придумывать ответы. Просто покажи, как ты живешь, двигаешься, дышишь. Или вот женщина, ее зовут Принцесса. Ее нелегально перевезли в Нигерию. Из Нигерии в Италию. Заставили работать в секс-индустрии на улицах. Она убежала оттуда. И она стала женщиной, которая помогает другим рабыням секс-рынка обрести уверенность в себе, выйти из этого порочного круга. У некоторых женщин она предупреждает еще до того, как на них выходят охотники за головами. То есть, если вы готовите что-то подобное, посмотрите, есть ли аналогичные видеоматериалы, где-то уже размещенные. И я в этом смысле следую советам своей подруги, которая является одним из самых продвинутых продюсеров документального кино в Европе именно социальной направленности. И вот она меня научила, что именно видеоряд, последовательность каких-то движений на экране может передать то воодушевление, которое вы хотите передать. Следующие вопросы. На кого вы будете распространять свой видеоряд? Кто ваша целевая аудитория? Теперь, кого вы избираете корневым лицом вашего видеоряда? Вот это вот самая любимая часть моей работы. Я опрашиваю некоторое количество людей, но у меня есть один любимый персонаж, который ответит за всех и за весь смысл моего видеоряда. Выделите одного такого человека. Например, вот как эта молодая прекрасная женщина, которая выступает от лица потерянного поколения. Поколение, которому недодали и которое недополучило. Понимаете, вот чтобы увидеть это лицо, я провела большое количество интервью в весьма депрессивных местах, в очень такой подавляющей атмосфере. И вот этот человек на экране, она мне выдала конечный месседж. Вот, я заранее провела подготовительную работу, попросила ее подготовиться. Меня свели с ней, и вот она стала лицом какой-то истории. Это может быть историю, которую уже миллионы раз кто-то другой рассказывал. Но вот эта девушка на экране, она непосредственно рассказала так, что все как будто увидели еще раз и в первый раз. Вот когда мы искали девочку Халу, мы ее четыре дня искали. Мы искали просто семью беженцев. Потихоньку, зум-кулаком, сарафанным радио, наш месседж дошел по различным лагерям. Приходили люди, мы кого-то отсекали. И при этом помните, что желательно отбирать тех людей, которые будут уверенно себя чувствовать и вести перед камерой. Особенно в присутствии какой-то родни. Всегда предупреждайте, я буду тебя снимать, как ты к этому отнесешься. Отбирайте тех, кто не будет бояться. Я делала фильм про Сарагозский регион. Это достаточно большой регион, трансатлантическая проблема. И там был один человек, он был геем, ему надо было путешествовать этим нелегальным маршрутом, чтобы каким-то образом изменить свой пол. Он заплатил 450 тысяч долларов на различные операции с тем, чтобы забеременеть. И в то же время был второй человек, такой же гей, который был скучен, такой блеклый, унылый, убогий персонаж. Было неинтересно его выводить на видеоряд. У него не было достаточно харизмы, хотя он сам по себе гей в бегах был достаточно интересен, но ничего большего я из него выжить не смогла, поэтому выбрали Чарли. Эта женщина была наполнена любовью к жизни, какой-то жизненной энергией, солнечной активностью. Вот подбирайте таких людей. Не то, что там нормальных, как допустим 100% британец с идеальным прикусом и произношением, а что-то живое, дышащее, что интересно потрогать, что интересно послушать. Заставляйте этих людей взаимодействовать на экране. У вас получится замечательная драма, отражение реальной жизни, событий из жизни. Так что вот это вот краткие наработки того, чего я пытаюсь до вас донести. Ничего универсарного, равно как ничего нового тут нет. Список сцен, которые вы будете отснимать. Когда вы найдете человека, которого вы будете снимать, вы будете делать у себя в голове раскадровку. Где я его буду снимать? Какие куски из его жизни? В каких декорациях? Каков общий хронометраж? Как мне за пять минут впихать в хронометраж жизнь целого существа? Человека. Это отдельная вселенная. И вот ищите моменты, как бы вкручиваетесь в окружение таких людей, которых вы снимаете. Пусть они к вам привыкнут, перестанут на вас обращать внимание и в какой-то момент начнут вести себя вполне естественно. Вот тут-то вы их и подловите. Ловите людей тогда, когда они реально раскрываются, не обращая внимания на камеру. Тогда увидите, какова их сущность. Что же релевантно для каждого конкретно сюжета? Какие связи вы хотите туда привлечь? Какую дополнительную информацию? Да, вот очень часто там, где я работаю, тебе разрешают свободно ходить, снимать все, что захочет. И для меня дальше весьма важный встает вопрос монтажа. Какие конкретно куски своей нарезки включить? Может быть, кадры моего любимого главного персонажа и его жизнь. Там, где он думает. Чай пьет. Выглядывает в окно. Гуляет по саванне. Вот у меня очень много снимков различных моих героев в движении, в различных ситуациях. Кинематографический элемент. Я думаю, что красивый видеоряд заставит людей захотеть смотреть ваш документальный фильм. Побольше съемок в движении. Таким образом, вы вовлекаете больше людей в свою аудиторию. Аудио-визуальный ряд помогает вам раскрыть историю и сделать раскрытие более полноценным. Сколько красивых видов вы можете разместить в видеоряде с тем, чтобы сделать эффектное вступление к какому-то документальному фильму. Каждый раз, когда я делаю документалку про какую-то страну, я выезжаю туда с частным визитом, изучаю жизнь за городом, горы, леса, ручьи. Все, что я могу ухватить и использовать как открывающую сцену. Ищите какие-то интересные, какие-то такие маленькие детали. Может быть, там мужчина стоит в холодную погоду, выдыхает пары. И вот настолько фактурный съемок у вас получится. Или как капля воды замерзла. Вот такое ищите. Потом ищите сравнительные вот эти образы по истечению какого-то времени. Точка А, до и после. Когда вы снимаете фильм про то, что уже случилось, например, про беженцев, они, когда рассказывают, у них глаза горят у этих беженцев. А как вы можете это передать? Если тупо, ну, ведете на него камеру, ну, может быть, чего-то и добьетесь. Продумайте видеоряд, сопровождающий драматические посылы, которые исходят от беженцев. Фотография дает вам красивые картинки в статичной форме, в то время как видеоряд дает вам жизнь в ее разворачивании. Поэтому всегда фиксируйте каждую секунду рабочего процесса, вообще всего того, что происходит вокруг нас. Особенно в те моменты, когда люди думают, что вы их не снимаете. Снимайте родню главных героев. Снимайте, что они говорят про главных героев. Ловите их в те моменты, как я говорю, на полувздохе, когда они вас не ждут, когда они к вам привыкли. Вот так я люблю снимать кино. Кстати, когда я работаю, я не люблю работать с лингвистическими переводчиками. Переводчик все равно это фактор давления, и это искажает мое собственное восприятие. Для чистоты эксперимента я работаю без переводчиков. Итак, что я говорю? Видеоряд, самое важное, эффектное начало, крючок, на который вы ловите свою аудиторию. Намек, куда сюжет нас всех заведет и приведет, о чем я хочу рассказать. Сейчас я вам хочу продемонстрировать вступление к одному документальному фильму про вот эту женщину-принцессу, нелегальную эмигрантку из Нигерии. Героини жалуются на негативные последствия от рынка сексуальных услуг и нелегальной торговли людьми. Меня зовут Принцесс, я здесь мамка, я здесь бригадирша всех этих девушек. Они зовут меня «Мама Африка». Вы не знали, что жизнь вы пришли и здесь? Вы не знали? Нет, мама, не знали. Это напоминает меня о страдке. Это напоминает меня о том, как девочки страдали на улицах. Вот когда с вами катаюсь, вспоминаю, как сама она страдалась и вижу, как страдают эти девочки. Музыка. 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 Для меня это не что-то, что я придумываю в последний момент. Я часто выбираю музыку с самого начала. Я пытаюсь найти такую музыку, которая будет создавать эмоции. Музыка задает темп и ритм фильма. Музыка позволяет прочувствовать то, что смотришь. Это такой хороший способ заставить людей почувствовать какие-то эмоции. Давайте я вам покажу короткий видеоклип фильма, который я снимала. Просто продемонстрирую пример того, как мы можем использовать музыку. Музыка. Она понимает, что она умирает слабая смерть, и нет никого, чтобы ей помочь. Она решила домой. Музыка. Линдзи поехала в деревню, чтобы найти Мориан. Людям нужно понимать страдания беженцев. Понимать, что никто на самом деле не хочет становиться беженцем. Никто не хочет покидать свой дом. Они вынуждены это делать. Как ваш фильм выпустить в мир? Мне кажется, что есть два способа, как это можно сделать. Во-первых, я нашла, мне кажется, для себя очень эффективный способ. Это сотрудничество, когда НПО сотрудничают с вещателями. Потому что у НПО есть отличный доступ к таким местам, которым нет доступа у телевизионщиков или вещателей. И если вы сможете организовать такое сотрудничество, то вы создадите действительно фильм с хорошим уровнем видимости, который охватит большое количество аудиторий. Также продакшн-компании могут стать хорошим посредником. Они будут профессионалом, посредником, который может как раз помочь в организации. Вот фильм про Гульнас изначально попросил меня сделать Евросоюз. Они хотели, чтобы я сделала фильм о правах женщин. То есть без Евросоюза я бы не получила даже доступа к тюрьмам. Поскольку они финансировали систему правосудия в Афганистане, мне дали доступ к тюрьмам на 6 месяцев. И в Афганистане это, в принципе, невозможно практически получить. И благодаря тому, что мы сотрудничали с телевещателем, с 4-м каналом, мы смогли этот фильм вынести на большую аудиторию. И поэтому он произвел такой эффект. Еще один способ сотрудничества между НПО и вещателями. Вот у меня есть коллега, который делал фильм о туберкулезе в Свазиленде. И они обратились в продакшн-компанию с хорошими связями. И им сказали, давайте мы сделаем тизер. Я заплачу за этот тизер. Мы покажем телевещателям о том, какие у нас есть истории. И потом вещатели заплатят за весь фильм на основе вот этого тизера. Вот так это и произошло. И в итоге потом много наград фильм получил. Был фильм о туберкулезе в Свазиленде. Также привлечение звезд, известных личностей. Это такой сложный вопрос. Иногда хорошо работает, иногда не очень. Вот в фильме про Халлу Анжелина была просто чудесна. Потому что благодаря тому, что она была в фильме, сразу много кто захотел его показать. Но при этом ее присутствие в фильме не перетянуло на себя все внимание. Она не затмила историю Халлы. Она просто помогла эту историю вынести на площадку CNN. Конечно же, и социальные сети помогают фильм выпустить в люди. Если фильм мы производим, мы потом сокращаем его до 30 секунд, до 1 минуты. И стараемся разместить его. Ссылки в Твиттере, в Инстаграме, чтобы люди его увидели. Давайте поговорим о социальных изменениях через сторителлинг. В принципе, здесь все весьма, весьма просто. По сути, мы уже все тысячу раз это делали, может быть, даже того не осознавая. Сегодня мы просто смотрим на то, как использовать эти навыки уже для профессиональных целей. Я вам уже говорила, что мы постоянно рассказываем истории. Мы детям рассказываем сказки, чтобы они вынесли какие-то уроки о мире. Мы рассказываем нашим, допустим, любимым людям о том, как прошел наш день, о том, как мы видим мир. Рассказ историй является частью нашей ДНК. Если вы хотите поменять мир благодаря истории, надо понять, а что именно вы пытаетесь поменять? Какова мораль истории? Каков вывод из истории? Где вы здесь видите несправедливость, которая должна быть устранена? Если, допустим, есть неравенство или есть какая-то проблема. Что вы хотите своим фильмом сделать? Чтобы люди пристегивались за рулем или чтобы они деньги отправили на благотворительность? Как только вы поймете, чего вы хотите, тогда вы найдете своих героев, своих персонажей. Пусть ваши истории будут простыми. Четко понимаете, как вы хотите, чтобы зрители себя почувствовали и как прореагировали. Вот в сказках мы рассказываем истории. В фильмах про НПО, в принципе, идея та же самая. Вы позволяете сделать какой-то вывод? Что вы хотите дальше делать? Вы хотите просто, чтобы люди фильмом делились, чтобы его увидело как можно больше людей? Или вы пытаетесь, допустим, создать ощущение, что вот этот герой фильма может быть каждый из нас? Может быть, вы, может быть, ваши братья, сестры, дети. А если вы, допустим, хотите, скажем, создать кампанию о правах женщин в Афганистане, если вы хотите изменить отношение к женщинам, или если вы хотите подчеркнуть проблему преступлений против морали, потому что люди наказываются за это. Вот тогда вы получаете доступ к тюрьмам, находите женщину, как я нашла Гульнас. Вот и все. Истории всегда о людях. Истории – мощный инструмент. Вот буквально неделю назад мой муж был в Афганистане, и он был как раз там, когда произошел взрыв в аэропорту. Он проводил интервью с детями, с гражданами Британии, которые пытались в аэропорт пройти. На следующий день он поехал в больницу и постарался найти этих детей и узнать, что с ними все нормально. И когда он пришел в больницу, он увидел мальчика такого же возраста, как наш сын. И у этого мальчика была шрапнель в животе, и он подошел, начал расспрашивать, что случилось. И оказалось, что этот мальчик стоял в очереди для эвакуационного рейса. И буквально перед взрывом прошла его мать, и при этом отец и дедушка остались на другой стороне и были убиты взрывом. Мальчика увезли в больницу. Когда мой муж услышал эту историю, он эту историю написал. Врачи сказали, что 40% только шанс на выживание у этого ребенка. Вот мой муж написал эту историю, она опубликована была в Англии, и вышла на связь мама этого ребенка. Оказалось, что ее быстро завели в самолет, и она не могла понять, куда делась вся ее остальная семья. Потом МИД узнал эту историю, связался с семьями в Афганистане, связались с консулом в Пакистане. Им удалось этого мальчика потом вывезти в Пакистан, где ему могли предоставить лечение. После лечения в Пакистане уже шансы на выживание повысились до 80%. Потом наш МИД организовал перелет этого ребенка в Британию, чтобы там уже воссоединить с матерью. Вот смотрите, какая сила истории. Истории могут действительно привести к изменениям. Истории о людях, истории очень важную роль играют, и они приводят к изменениям. Спасибо. Спасибо, Клементин. У нас есть вопрос онлайн, я вам его зачитаю. В Афганистане нарушаются права женщин. Вы действительно много достигли. Учитывая текущую ситуацию в стране, планируете ли вы возвращаться в страну и спасать в жизни тысячи людей благодаря вашему творчеству? Да, я на самом деле должна была улететь туда как раз в ту неделю, когда Талибан захватил власть. Я планирую вернуться, я сейчас посмотрю, как будет развиваться ситуация, насколько будет доступ к этим женщинам и сможем ли мы продолжать рассказывать истории. Но сейчас гораздо сложнее это сделать, потому что и женщины напуганы, гораздо сложнее теперь уже безопасность обеспечить женщинам, рассказывая их историей. Ну да, я планирую возвращаться и собираюсь снимать еще документальные фильмы в Афганистане. Но не прямо сейчас, я немножечко подожду, посмотрю, что там будет с Талибаном происходить, пока немножко все успокоится. Пожалуйста, есть ли у аудитории какие-то вопросы? У меня вопрос, Климентин. Что касается истории Халы и ее семьи и Гульнас, а есть какие-то у вас свежие данные о том, что дальше с ними произошло? Гульнас, после того, как ее выпустили из тюрьмы, к сожалению, министерство юстиции потом вынудило ее выйти замуж за человека, который ее изнасиловал. Она некоторое время была в приюте для женщин, пыталась выбраться из страны, потому что многие страны ей предлагали убежище, но МИД не позволял ей выехать из страны без члена семьи, и никто из ее семьи не был готов ее увезти в Пакистан, поэтому в конечном итоге она вышла замуж за своего насильника, еще трех детей родила. И я пыталась, хочу с ней связаться с тех пор, когда уже Талибан власть захватил, я пока не хочу привлекать к ней внимание, постараюсь потом с ней связаться. Что касается Халы и ее семьи, после того, как вышел фильм, они смогли получить уже продукты питания в их палатку, воду, отправили. Там же в этом поселении беженцев был создан центр обучения грамоте, но, к сожалению, Хала через несколько лет вышла замуж, живет вместе с мужем. Вся остальная семья переехала в Канаду, то есть они в этом поселении для беженцев несколько лет прожили, и потом все, кроме Халы, уже переехали в Канаду, вся семья, кроме нее. Есть ли еще какие-то вопросы? У меня, кстати, еще один вопрос есть. Вот, например, Хала и ее семья, вы сейчас рассказали, что с ней дальше произошло, но им, так скажем, повезло, они выбрались. И это, конечно же, наверное, происходит и благодаря тому, что вы этот фильм сняли, и, может быть, благодаря тому, что такой человек, как Анжелина Джоли, был задействован в этом фильме. Как это на вас влияет, что вот одна семья из тысяч других семей беженцев выбралась, а многие тысячи еще будут жить в этом поселении беженцев? То есть ваш фильм помог одной семье, но не всем остальным? Ну, действительно, это такая проблема, которая возникает со многими моими фильмами, когда привлекаешь внимание к кому-то одному. Но на самом деле, на примере истории Халы, потом помощь получила все поселение беженцев. Там во всех палатках появился доступ к воде, туда провели централизованную воду. Семья Хала была очень уязвимой семьей. Да, конечно, благодаря фильму они поехали в Канаду. Но если, допустим, она была бы в регистре Верховного комиссара по делам беженцев ООН, то, наверное, она бы тоже переехала, если бы ее в список включили. Есть еще два вопроса онлайн. Наверное, это будут последние вопросы, которые мы зададим. Первый вопрос. Как вы ищете главного героя для своего видео? Вы где-то в новостях читаете эти истории, и как вы получаете разрешение на съемку? Вот, например, как в случае с Алеппо и больницей в Алеппо. Часто, когда снимаются фильмы для НПО, люди к нам приходят и говорят, вот у нас есть такой посыл. И потом мы уже идем в НПО, в поля, просим работников НПО познакомить нас с людьми, если мы так не можем найти. Вот, допустим, в случае с Халлой мы обратились к работникам в том сообществе. А в фильме по Алеппо, это фильм не мой, это мой коллега сделал это, четвертый канал показывал. Но я знаю, что тот человек, который снимал этот фильм, это на самом деле была сирийская женщина, сама которая жила в Алеппо. И та же самая женщина, которая снимала документальный фильм по осаде города, и вот она там проживала в городе, четвертый канал с ней связался, ей предоставил какое-то дополнительное обучение по документальным фильмам, и она сняла этот фильм. Ну и последний самый вопрос. Социальные документальные фильмы и репортерства – замечательный инструмент, когда политика это немножко исключает. А что сделать, чтобы политический субъективизм убрать? Вы знаете, многие НПО часто и так пытаются избежать, потому что НПО не могут участвовать в политике, им нужно создавать взаимоотношения с принимающим правительством. Поэтому мне кажется, что как раз этого можно сделать, если вы будете стараться беспристрастно рассказывать истории людей. Пусть люди сами расскажут свою историю без политики. Часто у НПО есть факты, статистика, которым можно добавлять в фильмы, чтобы сделать их более убедительными. У меня также один вопрос. Это первый раз, когда вы приехали в Казахстан? Вы первый раз в Казахстане? Да, первый раз. Не задумывались ли вы о том, чтобы снять какой-то похожий документальный фильм о Казахстане с казахстанским героем? Я бы с удовольствием, честно говоря, у меня не было таких еще вариантов. А есть какие-то, может, примеры, которые вы знаете в Казахстане? Нет, не знаю. Пока случаев никаких не знаю, о которых можно было снять. Но мне было бы очень интересно, я первый раз приехала. С удовольствием бы сняла фильм. Спасибо. Хорошо, спасибо, Клементин. Это была замечательная презентация, очень трогающие кадры. Я думаю, что они повлияли на нас на всех. Спасибо большое. Пожалуйста, оставайтесь на местах. Мы следующий мастер-класс начнем через пару минут. Скоро увидимся.